Берлин, барахолка. Мы идем на барахолку и посмотрим, чего же там интересного на барахолочке в Берлине. Обожаю такие вещи. Обожаю почему? Потому что, как правило, барахолки организовываются всегда в исторических местах. Я помню свою барахолочку в Лиссабоне, когда я жил, и мы там выходили около пантеона, и это было прямо интересно. Сейчас мы идем под мостом. Улица, не знаю, это, ну, около Александр Плац, рядышком. И вот мы заходим, и вот под таким эпичным, старинным, черным, брутальным мостом начинается барахолочка. Так что посмотрим, что здесь барахолка и что, как правило, местные на ней предлагают. В Берлине, надо сказать, довольно много музеев, и тут, конечно, идут какие-то ремонтные работы. Проездом мы. Жаль, я не могу рассказать, где мы находимся, но это Александр Плац, рядышком площадь, и вот такой, наверное, музей античности. Ну, это однозначно какой-то музей, какая-то галерея. Так, первый рядочек, что мы увидели, это в основном советская символика, звездочки, каски военные и так далее, в основном. Ну, честно говоря, она какая-то не очень, точнее, очень маленькая. Тут не больше, чем, ну, может, 20 человек. И тематического, ничего, просто что-то от Советского Союза. И что-то реально барахло. Из интересного, но практически ничего нет. А, ну, книга и пластинок очень много, как-то странно. Ну, что-то мы прикупили, но нам не особо зашло. Опять же, не расскажу вам, что за здание, но, как обычно, везде в Европе барахолка около каких-то исторических зданий. И это очень красиво. Пошли посмотрим, что здесь интересно. Слушай, друзья, мы находимся на барахолке в Берлине. И, собственно говоря, я покажу вам, может, что-то кому-то понравится, может, нет. Обычно барахолки в каждом городе делаются в исторических местах. И ты получаешь двойное удовольствие, во-первых, эстетику. Ты находишь школу исторического места. Во-вторых, незабываемую атмосферу. Ты можешь здесь попить кофе, покушать брецель. И покопаться немного в истории этого города. Это ровно так же, как ходить в музей. И обычно, когда я на барахолке в своем городе, то в этих вещах они меня как-то связывают с моим детством, с моими воспоминаниями. Они меня как будто бы возвращают в мое то детство, то прошлое, в котором я был. И ты получаешь какой-то такой заряд энергии, другую энергетику. А что ты испытываешь, когда притрагиваешься к вещам людей, которых среди нас больше нет, например? Или к истории другого государства? Это совершенно другие ощущения. И вот за этим фетишем, вот в это утро морозное, холодновато, мы собрались за эмоциями, ребята. Пошли. Пошли. Продолжение следует... 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 260 мы заплатили за отель 200 аренда машины ну и там на отдыхались и вот мы с собой берем маленькую горсточку вот этих вот значков продавать мы их будем условно говоря но в течение может года может быть полутора лет, как-то так но вот эта горсочка, она окупает эту поездку вот такой наш результат и плюс удовольствие удовольствие необычный еще раз повторюсь, обычно когда ты приходишь на барахолку в своем городе ты смотришь на вещи, которые возвращают тебя в детство, в историю своей семьи и так далее когда ты приходишь в чужом городе ты вообще не понимаешь эти вещи но ты понимаешь дух этого государства раритетную сущность вот этих вот всех вещей тебе может быть не понять но ты хочешь не ходить по музею, например, в Берлине и не смотреть на эти картины на эту утварь, а ты можешь владеть и то есть можешь приобрести можешь взять, потрогать и увезти с собой как сувенир более того это отличная инвестиция более того это может быть вашим бизнесом ну вот как-то так на сегодня из барахолки все дороги в аэропорт заскакиваем за еще одной достопримечательностью вот в такой туннельчик надо спуститься здесь что-то должны были быть какие-то надписи по идее эта штуковина собирала такое количество народов салют из нее мы посмотрим что нас ждет дальше красота неописуемая это редкая вещь просто редкая вещь все все как все все что как это кто к во что все просто Что там? Слезная лолка Килограмм 8 Плёночка Так, я плавно телефонку снимаю Стирается краска Когда люди просто отпускаются И своей рукой стирают её Тут других воздействий нет Она вместе стирается Что там? Стройка Стройка Валеринку Класс Субтитры создавал DimaTorzok